Рассуждение читательницы ЗОЖ Я расслабляюсь в темноте, Пытаюсь сон приворожить, А мысли все идут не те, Вопросы мучают, как жить, Как сохранить былую стать, Достоинство и честь, Занудой старую не стать, Вопросов всех не счесть. Ответы есть, они просты, Как сон, как дивный день, Живи легко без суеты, Загвинь подальше лень, Не загружай друзей своих, А заболел? Терпи, Иди по жизни веселей, Судьбу не торопи. Что не свершилось, отпусти, Что не сбылось, забудь, Обиды прошлые прости И продолжай свой путь, Пусть пожизненный путь Длится как можно больше, Здравии полном и благополучии. Мне позвонила юность, Сегодня, невзначай, Проговорила в трубку, Иди меня, встречай. Слегка я растерялась, Но вида не подам. Встряхнусь-ка я немного, И вот уже мадам, Ты вовсе не старушка, Не бабушка еще, А девушка-веснушка, С косой через плечо. Вот утро наступило, И день начался мой, И старость отступила, Пускай идет домой, Я не применяю старость, И в кости не пущу, Есть у меня радость, И с ней не загружу. Совсем недавно в российской газете Я узнала новое имя, Поэт Лариса Миллер. Вот ее стихами я и хочу поздравить Всех людей мудрого возраста, Она тоже к ним относится. Мне жизнь талдычит про беду, А я ее ухом не веду, Талдычит мне про долю злою, А я иду и в ус не дую, И ни о чем не хлопочу. Иду к себе и бормочу стихи, В которых все напасти Рифмуются со словом «счастье». Вот я всем ветеранам желаю доброго здоровья, Благополучия во всех делах И оптимизма, Как в стихах Ларисы Миллер. Я пришлю тебе осень Стихотворение Надежды Капошко. Я пришлю тебе осень В обычном почтовом конверте, Без дождей и туманов, Без сырости, горя и слез. Я вложу в него щедро Осенние листвы разноцветия, Только ты постарайся принять Мой подарок всерьез. Улыбнись и подумай, Какая красивая осень, Сколько света и красок, Как гроздья рябин хороши. Отпусти все плохое, Вздохни без обиды и злости, И, приняв неизбежность, Почувствуй, как хочется жить. Наслаждаться покоем, Дышать этим воздухом влажным, Ощущать в листопаде Прощание легкую грусть. Покорившись понять, Увидание вовсе не страшно, И принять с упоением Печали рябиновый вкус. Я пришлю тебе осень В обычном почтовом конверте. Пару строчек надежды В него постараюсь вложить. Ты прочтешь их, И сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увядании листьев Увидишь желание жить. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...